Ход строительства третьего завершающего этапа скоростной трассы М-11 Нева обсудили на выездном совещании, которое 21 июля провел губернатор Игорь Руденя. В разговоре приняли участие руководители регионального филиала государственной компании «Автодор», а также представители подрядных организаций. Роман Быков оценил размах работ по объекту, который часто еще называют северным обходом Твери. Завершающий этап строительства скоростной трассы М-11 находится под пристальным вниманием федерального центра. Его реализация поддержана лично президентом Российской Федерации Владимиром Путином. Этот инфраструктурный проект имеет огромное значение и для страны, и для Верхней Волжья. Формирование этого участка 60-километрового третьего этапа скоростной трассы даст возможность уже не объезжать по трассе М-10, а уже двигаться и возможность переезда, как сказал нашим соседям, более ускоренного, это Вологда и Ярославль. Всего предстоит пройти по Тверским лесам и болотам 62 километра. Строители отмечают, что к ландшафту Верхней Волжи они уже привыкли, так что проблем возникнуть не должно. На сегодняшний день работы ведутся ориентировочно на 8 километрах. Первые 8 километров уже взяты с июня месяца в полноценный оборот. В августе месяце, в сентябре уже планируется первый асфальтобетон, порядка 50 тысяч начнется укладка с конца августа. Параллельно с работами на трассе строители продолжают возведение собственных инфраструктурных объектов, на которых будут складироваться стройматериалы и базироваться спецтехника. Это важный момент в обеспечении хороших темпов работ. Вот это пока еще не строительство самой трассы. Трасса пройдет там, вот за тем лесом. Здесь пока обустраивается строительный городок. Ну или, как говорят, они сами база. А по факту это действительно самый настоящий городок. Вот там будут базироваться механики. Вот в этом ангаре будет ремонтированная техника за моей спиной. Там она будет стоять. Вот там дальше складируется стройматериал как раз для этого строительного городка. Там столовая, жилой городок, штаб, еще один штаб. Таким образом, здесь обустраиваются капитально как никак, а им здесь придется провести целых два года. Но самое что интересное, когда все закончится, здесь все уберут. Уберут даже срежут асфальт, уберут даже этот щебень. И таким образом здесь снова будет обычное фермерское поле. Что касается самой трассы, то помимо укладки дорожного полотна, огромное значение имеют монтажные работы по возведению искусственных сооружений. В том числе мостов через Волгу и Тверцу, а также нескольких путепроводов, существующие дорожной сетью в Михайловском, Черногобском и Медновском сельских поселениях. Конечно же, наиболее ответственный объект – переправа через главную русскую реку. Такое достаточно уникальное сооружение, комбинированная технология сборки. С одной стороны мы параллельно его поднимаем на временных конструкциях, с другой стороны надвигаем справа в сторону левого берега. И будем использовать возможности судоходства «Волги». И с точки зрения как раз подвоза и металлоконструкций, и инертных материалов будем использовать баржи. На совещании губернатор отметил, что хотел бы поблагодарить строителей за высокое качество организации работ. При этом уже сейчас решен вопрос по дорогам, которые будут использоваться для подъезда техники и подвоза стройматериалов. Во время строительства будет повышенная нагрузка на наши дороги. И наши партнеры, наши коллеги Росавтодор будут очень внимательно следить за качеством дорожного покрытия, восстанавливать дороги. И, соответственно, мы как область тоже будем в этом помогать и тоже участвовать в процессе поддержания качества и безопасности дорог на время строительства третьего этапа трассы М-11. Напомним, что «Северный обход» будет представлять собой четырехполосную дорогу с транспортными развязками, 28 искусственными сооружениями, в том числе мостами через Волгу и Тверцу, а также площадками отдыха, санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тысячи автомобилей в сутки.